2 декабря в Театре оперы и балета прошла пресс-конференция с участием Раду Паклетару. Хореограф-постановщик с молдавскими корнями привез Кишинев два спектакля – «Щелкунчик» и «Веронский мифш-эксперименты». Эксперименты, я могу сказать, что не шли уже очень давно, и поэтому очень много мы репетировали. Мы восстанавливали этот спектакль практически с этой нуля, то есть порядком месяца, наверное, мы его шлифовали и надеюсь, что сегодня это увидите. Спустя несколько часов после пресс-конференции зрители действительно могли убедиться в том, насколько отшлифована была постановка. А уже сегодня Кишинев ожидает второй спектакль Раду Паклетару «Щелкунчик». «Щелкунчик» будет смотреться замечательно, потому что огромное зеркало сцены, огромная ширина, высота, то есть все условия для того, чтобы декорации, это у нас получается, наверное, самый наш такой монументальный спектакль, там только костюмов от них больше ста, вот, и, соответственно, декорации тоже, и будет смотреться, должно смотреться хорошо». Об этом мы узнаем уже сегодня вечером. Два балета, которые Раду Паклетару привез Кишинев – лишь часть репертуара Театра Киев «Модерн-балет». Как рассказал сам хореограф, за два года существования творческие достижения коллектива оказались намного более значительными. «Как-то получилось так, что мы необыкновенно плодовиты. Мы за два года существования Театра Киев «Модерн-балет» представили уже восемь премьер балетных, естественно. И, несмотря на это, не собираемся успокаиваться, не знаю, потому что, на мой взгляд, авторский театр одного этого хореографа, он предполагает в первую очередь возможность этому хореографу реализовываться. Если такой возможности нет, то не имеет смысла существование самого театра». Самореализации Паклетару никто не мешает. Его спектакли успели посмотреть зрители Испании, Португалии, Франции, Греции, Германии, Англии и США. Но на этом планы театра «Киев-Модерн-балет» не заканчиваются. «И сейчас мы собираемся на фестиваль в Турцию, мы собираемся в Голландию, мы собираемся в Румынию. Мы в Румынии уже были два раза, еще раз поедем. Мы собираемся на фестиваль королевский в Бангкок, в Таиланд с двумя спектаклями разными. Ну вот во Францию, в Сент-Этьен, в оперу Сент-Этьена тоже нас приглашают выступить. Есть планы о сотрудничестве с театром «Юрдженой Иванеско». Мы первый раз были на фестивале «Юрдженой Иванеско» с театром «Киев-Модерн-балет» здесь в мае месяце. Потом до этого мы ставили с Петру Вудкареу монооперу «Минаде Чебану» и «Прицесса Атех» вместе. И вот Петру в очередной раз решил меня мобилизовать на совместную работу. И есть планы по работе вместе с Петру здесь, в Кишиневе. На родину Раду приезжает не так часто, несмотря на то, что приобрел в Кишиневе квартиру. И все же, любимые места столицы из его памяти еще не стерлись. Ну, очень люблю свою квартиру, очень там уютно камин, у него можно делать шашлык. Очень нравится мне дурлешты, только потому, что там живет мой родной брат. И тогда, когда я работал в Кишиневе, это был месяц, вторым год, у меня не было своего дома, я прожил там. Это частный дом, пес Кузя, участок, очень все. Это славно. И очень нравится мне, конечно, Пушкинский парк. Это у меня связано с детством, и вот какие-то у меня такие ностальгические воспоминания. Однако во время пребывания в Кишиневе любимые места Раду посещают редко. Все свободное время перед спектаклем занимают репетиции. Этот приезд исключением не стал. Второй спектакль «Раду по клетару» кишиневские зрители увидят на сцене театра оперы и балета уже в 19 часов.